В Саранске две семьи не переселяют из аварийного частного дома, предназначенного под снос. Вот уже полгода городские власти не могут найти законных оснований, чтобы дать людям новые квадратные метры. Чиновники молчат, не предлагают ни вариантов, ни денег. И в этой административной тишине шесть человек рискуют погибнуть под крышей своего дома. Репортаж Людмилы Кусеровой. Вокруг этого частного дома уже давно построили многоэтажный город, улица Коммунистическая, центр Саранска. Здесь всего год назад было три бревенчатых дома. Два из них уже снесли, жильцов расселили, а вот Маловым и Кувалгиным повезло гораздо меньше. Про них городские чиновники как будто забыли. Дом на два хозяина. У нас первая квартира, вторую квартиру в прошлом году еще снесли. У нас общая стена. Хозяин второй квартиры все разрушил, и мы остались. У нас вот мы зиму кое-как прожили, потому что так как стена открытая, стена промерзала, крышу сломал, крыша текла. Разрушенная половина дома стала приютом для бомжей. Они для удобства даже сделали здесь отдельный вход. Трубы испорчены, вода из них вытекает круглосуточно, и эти коммунальные потери наверняка на кого-нибудь списываются. Но гораздо опаснее, что все это соседствует с электричеством и подтапливает фундамент. А за смежной стеной живут пять человек, пятеро взрослых и ребенок. Здесь мы собираем бутылки постоянно, пожалуйста. Здесь когда-то ребенок играл еще в прошлом году. Оксана Кувалгина уже несколько раз обращалась и в районную, и в городскую администрацию. Просила либо переселяйте, либо защитите от опасностей. Но чиновники говорят, не положено. Нет такого закона, по которому этим людям можно было бы дать другое жилье. Или хотя бы компенсацию за дом, который в ближайшее время все равно снесут. Земля под домом не узаконена, но здесь прописаны люди. И пойти им больше некуда. Некуда. Это одна единственная собственность, которая у нас есть. Здесь проживаем мама, папа, я, несовершеннолетний мой ребенок, и сын, который 19 лет. Идти нам вообще некуда. Эти дома на улице Коммунистической были построены в 50-х годах прошлого века. И теперь их сносят. Одни говорят, что расширят проезжую часть, другие, что возведут еще одну гостиницу. В любом случае оставшийся бревенчатый дом тоже уничтожит. И благоустройство города может обернуться для двух семей бездомным будущим. Любовь Малова, пенсионерка, прожила в этом доме всю жизнь. И теперь женщина боится, что не найдя оснований для выселения, чиновники начнут искать другие методы решения этой проблемы. А может быть, дело выгорит в прямом смысле слова. Ведь опасное соседство так никто и не отменил. Бомжи, кругом бутылки. Тут, как ложимся, разговоры за стеной. Там хорошо жили бомжи. И что будет еще, нам тоже неизвестно. Эту проблему городские чиновники планировали сначала решить зимой, потом весной. Видимо, сроки опять сдвинулись. Только причины Маловым и Кувалгинам неизвестны. Эти люди наверно идти в прокуратуру, чтобы решать свой жилищный вопрос на правоохранительном уровне. Людмила Кусерова, Григорий Денисов. Наши новости. Продолжение следует...